Добрый день, благоположаемые члены Президиума, уважаемые коллеги. Позвольте вас поблагодарить за приглашение на столь значимую конференцию Российского общества онкологов. И позвольте представить доклад на тему высокомощностной брахотерапии предстоятельной железы, клинический опыт. Как известно, в мире в 2020 году всего выявлено более 1 миллиона случаев рака простаты. В России этот показатель составил порядка 37 тысяч. Прирой заболеваемости за последние 10 лет составил порядка 58%. Преимущественно преобладают пациенты со второй стадии заболевания, суммарно локализованной болезнью. На локализованную болезнь приходится 60% пациентов. Как известно, брахотерапия – это метод радикального лечения рака простаты. И брахотерапия представляет собой локальную или внутритканевую лучевую терапию, основанную на введении радиоактивных источников непосредственно в ткань предстоятельной железы. В данном докладе мы будем исключительно рассматривать высокомощностную брахотерапию, или ее по-другому называют ременную или высокодозную. В практике наиболее часто используется такой источник излучения, как иридий-192 с периодом полураспада 72 суток. Необходимо отметить, что предстоятельная железа является достаточно радиочувствительным органом. Однако предстоятельная железа имеет низкое соотношение альфа-бета. Для обеспечения значительного радиобиологического эффекта необходимо подведение высокой дозы облучения путем гипофракционирования. И, соответственно, это приводит к увеличению значимой биологической эквивалентной дозы. На данном слайде показаны показания для выполнения высокомощностной брахотерапии простаты. Хотелось бы отметить, что фактически можно проводить брахотерапию для пациентов с любым уровнем ПСА, но без метастазов, пациентов с любой степенью дифференцировки опухолевых клеток по шкале глиссона, пациентов с местно распространенным заболеванием Т3 и также с объемом простаты более 50 кубических сантиметров. Однако необходимо иметь в виду, что в участии пациентов промежуточного риска прогрессии, а также высокого риска прогрессии, необходимо комбинированный подход, то есть в дополнение высокомощностной брахотерапии, дистанционной лучевой терапии и также гормональной терапии. Стандартные режимы проведения брахотерапии представлены на слайде, однако в своей клинической практике наиболее часто в настоящий момент применяются две имплантации интерстатов и, соответственно, проведение двух фракций облучения от 12 до 15 градусов. Этапы высокомощностной брахотерапии состоят из нескольких этапов. Это получение изображений, далее проводится оконтурение и создание преплана. В последующем происходит введение интрастатов в предстоятельную железу при необходимости в семенные пузырьки, если они поражены, и создается постплан. То есть происходит моделирование контуров простаты, уретры, шейки, мочевого пузыря, прямой кишки, измененных размеров, конфигурации органов после введения интерстатов, так как пространственное положение предстательной железы изменяется. В дальнейшем один из самых важных этапов происходит дозиметрическое планирование относительно расположения в простате интерстатов, облучение непосредственно и извлечение. Каковы же преимущества высокомощностной брахотерапии? К ним относится эффективность лечения, не зависит от объема простаты. После окончания процедуры источник излучения не остается в скане простаты. Пациент безопасен для окружающих. Возможность облучить семенные пузырьки и парапростатическую клетчатку, в которых по данным УЗИ имеется распространение. Достаточно высокая точность установки интерстатов. Короткое время облучения предстательной железы зачастую составляет менее 9 минут за сеанс. Также менее выраженные продолжительные побочные эффекты. Возможность использования методики в монорежиме, а также в сочетании. В сочетании дистанционной лучевой терапии и андроген-депривационной терапии. Возможность распределения и отведения лучевой энергии от критических органов, таких как у ретро, прямая кишка, у пациентов с сохраненной эректильной функцией, сохранение сосудистонервных пучков. И также при прогрессировании инфравизикальной обструкции пациентам возможно выполнение трансферетральной резекции предстательной железы. На данном слайде представлен систематический обзор с метаанализом американских исследователей. Они проанализировали несколько исследований, начиная с 1999 по 2019 года. Критерием включения были проведение высокомощностной брахотерапии в монорежиме. Количество включенных больных в исследование не менее 80. И период наблюдения должен был составлять не менее 5 лет. Всего было отобрано 11 исследовательских групп, которые включали более 2000 пациентов. Медианное наблюдение составило 74 месяца. Количество фракций облучения в среднем составило 5. Доза за одну фракцию около 9 игр, и медиана возраста 66 лет. Преобладали пациенты с клинически локализованной стадией. Медиана общего ПСА составила 7,5 нанограмм на миллилитр. Преимущественно преобладали высокую и умеренно дифференцированную опухоли. Низкий промежуточный риск прогрессии составлял около 80%. Часть пациентам проводили андроген-деперевационную терапию. На данном слайде представлены 11 клинических групп, достаточно с большим количеством включенных пациентов, а также параметры облучения. На себя обращает высокий показатель биологической эквивалентной дозы. На данном графике генитоуринарная токсичность третьей и более степени составила в среднем около 3-4%. Гастронсинальная токсичность третьей и более степени фактически отсутствовала в проанализированных исследованиях. ПСА безрецидивная выживаемость была высокой и колебалась от 90% до 99%. И авторы заключили, что высокомощностная брахотерапия в монорежиме обеспечивает высокий контроль над заболеванием при низкой токсичности. И также авторы пришли к выводу, что необходимо проводить дальнейшие исследования для того, чтобы, по сути дела, сделать брахотерапию основным методом лечения ракопростаты. В своей клинической практике мы руководствуемся клиническими рекомендациями Минздрава Российской Федерации, но при необходимости также используем и дополняем свои знания рекомендации Европейской ассоциации урологов и НССН. И позвольте представить непосредственно собственный клинический опыт. Приблизительно за период 4 с небольшим года курс высокомощностной брахотерапии в монорежиме был проведен 102 пациентам. 87 пациентам по поводу первичного ракопростаты без предшествующей трансферной резекции предстоятельной железы. Также в данный анализ мы не включали пациентов, которые проведен всего один из сеансов высокомощностной брахотерапии перед последующей дистанционной лучевой терапией. То есть те пациенты, у которых был проведен буст. Медиана возраста пациентов составила 66 лет, медиана наблюдения 26 месяцев. Также у пациентов отсутствовали регионарные отдаленные метастазы. Средний показатель общего ПСА был 6 нанограмм на миллилитр. Преобладали пациенты с клинически второй стадией заболевания. И 65,5% были пациенты, у которых глисон был 6 баллов, 3 плюс 3. Средний объем предстательной железы составил 41 кубический сантиметр. При этом необходимо ответить, что разброс объема предстательной железы у пациента был достаточно большой. И мы облучали пациента в том числе с достаточно большим объемом простаты 70, 80, даже 82 кубических сантиметра. Максимальная потоковая скорость мочи была в среднем в пределах нормальных значений. Объем остаточной мочи составлял от 0 до 65 мл. Балл по шкале IPSS 7. Качество жизни, связанное с мочеиспусканием по опроснику соответствующему, был удовлетворительный. Около 2. Немного рассмотрим методику. 87 пациентам мы провели высокомощностную брехотерапию. Всего пациентам проводили 2 фракции, то есть 2 имплантации интеростатов, каждую по 15 грей. Соответственно, процент предписанной дозы на орган мишень составлял в среднем около 95%. Ну и критическая доза на уретро была не выше 110%, на прямой кишку 70%. И имплантировали мы от 12 до 20 интрастатов. На данном видео мы можем видеть непосредственно методику выполнения. Это прибор для выполнения непосредственно брехотерапии, брехотерапевтической решеткой. И вот ультразвуковая картинка предстательной железы в другой проекции и четко видна уретро. Здесь происходит оконтуривание простаты, в последующем будет оконтуривание прямой кишки и уретры. Это делается приплан и в последующем производится имплантация интеростатов. Здесь мы можем видеть, как это выглядит на ультразвуковой картинке. Имплантация интеростатов. При этом мы вначале имплантируем верхние интеростаты, в последующем в основании предстательной железы. И вот так выглядит окончательная 3D-модель. Зеленым цветом отмечено уретро, синим контур прямой кишки. И дальше происходит дозиметрия, крайне важный этап, который мы выполняем совместно с медицинскими физиками. Соответственно, подключаем источник облучения к интеростатам. Ну и далее происходит непосредственно облучение предстательной железы. Через 3 месяца нам удалось отследить 81 пациента, через 12 и далее 66 пациентов. При этом мы оценивали максимальную потоковую скорость мочи, объем остаточной мочи, качество жизни и балл по шкале ИПСС. Также мы оценивали лучевые осложнения хирургические и онкологические результаты лечения. Максимальная потоковая скорость мочи через 3 месяца после выполнения высокомощностной брахиотерапии оставалась приблизительно на том же уровне. Через 12 месяцев было достоверно увеличение максимальной потоковой скорости мочи. Объем остаточной мочи через 3 месяца после брахиотерапии несколько увеличивался с 21 до 27 мл. Через 12 месяцев объем остаточной мочи был статистически значим ниже, чем до облучения. Балл по шкале ИПСС через 12 месяцев после брахиотерапии также был достоверно ниже, чем до начала облучения. Качество жизни у пациентов с удовлетворительного в большей части стало хорошим, то есть с 2 баллов ближе к единице. Генитуринарные осложнения по шкале РТОК и РТС ранее составили порядка 47%, первой степени, второй степени 7,4% и преимущественно были представлены дезурическими явлениями. Поздние осложнения первой степени были у 18,4% и были в основном представлены микроэритроцитурии и второй степени в небольшом проценте. Поздние гастроэнстинальные лучевые осложнения были в 3% случаев. Также у 12% больных по классификации КЛАУЕНДИНДО были осложнения первой степени, представлены макрогематурии и развитием гематомы мягких тканей промежности и мошонки. Уровень ПСА через 3 месяца после высокомощностной брехотерапии снижался с 6 до 0,81%, а через 12 месяцев составил приблизительно 0,5 нанограмм на миллилитр. Эти различия были статистически достоверны. ПСА безрецидивная выживаемость в группе пациентов составила 94%, а из этих пациентов 2, у двоих было диагностировано системное прогрессирование в виде появления метастаза в кости скелета. Также умерло за период наблюдения 4 пациента, 3 от новой коронавирусной инфекции, 1 от острого инфаркта миокарда. Таким образом, мы сделали выводы, что брахотерапия с высокой мощностью дозы в монорежиме является эффективным методом радикального лечения локализованного рака простаты. Брахотерапия обладает низким риском развития значимых лучевых хирургических осложнений и методика позволяет не только сохранить, но и улучшить качество жизни пациентов. Благодарю за внимание. Спасибо, Константин Андреевич. Вопрос у меня такой. У Вас наблюдение до года, да, в основном? Наблюдение около двух лет. Двух лет. Скажите, есть ли опыт у Вас с отчетной лучевой терапией? Да, есть опыт применения высокой мощностной брахотерапии в виде буста и с последующим проведением дистанционной лучевой терапии совместно с антиандрогенами. Ну, какой режим, расскажите, фракционность какая? Значит, мы проводим пациенту непосредственно один сеанс сокомощностной брахотерапии. Буст обычно составляет порядка от 15 до 19 игр. И еще один вопрос. Скажите, Вы говорили тур плюс брахотерапия. А если после этого рецидив, какая, так сказать, вероятность и возможность дальнейшего лечения? В дальнейшем лечении, конечно, можно рассмотреть у таких пациентов путем проведения мультидисциплинарного онкологического консилиума спасительной простатектомии. Однако это чревато развитием достаточно серьезных, в том числе жизнеугрожающих осложнений. А так, один из вариантов – это проведение гормональной лекарственной терапии. Ну, сразу по первому Вашему ответу, я Вам просто прокомментировать хочу, что не стоит этим никогда не заниматься. Вот пробовать оперативное лечение в объеме радикальной простатектомии после такого. 100% недержание мочи, 100% ищут ряд осложнений. Мы, кстати, сейчас получили у нас центр на рецензии, две истории болезни, где таким образом поступили, проведено лечение. Да, я молчу. Это Ваши знакомые? Очень. Спасибо. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста, вот как выбрать? Есть низкодозная, да? Которая уже давно большую историю имеет, и сейчас высокодозная. Вот как выбрать, вот в чем преимущество низкодозной? Ну, не касаясь финансовых сторон. Вот есть было бы у Вас возможность провести одну низкодозную или высокодозную? Как вот отобрать? Я выберу высокодозную бракетерапию. А чем преимущества? Какие тогда? Преимущества происходит, во-первых, временная имплантация вот этих интрастатов. Ну, соответственно, это не приводит в последующем к возможной миграции зерен йода, что мы встречаем в своей, например, рутинной практике. Помимо миграции в мочевой пузырь, в окружающей ткани, в том числе и с последующим нагноением и выгноением этих источников. Плюс пациент безопасен для окружающих сразу после облучения. И, по сути дела, это две достаточно коротких процедуры, во время которых подводится очень большая доза облучения. И данная методика имеет высокую эффективность и применяется в ведущих федеральных центрах. Вы меня поправите, если я не прав, но мне кажется, что со мной преимущество то, что высокомощностная бракетерапия эффективна и при глиссоне 7, 8, 9, в отличие от йода, который, к сожалению, хорошие результаты даёт только при высоко дифференцированных опухолях, при глиссоне 6, максимум 7. Я благодарю за все замечания. Поэтому, конечно, это разные совершенно методики. И вот совсем недавно я был в институте генрадиологии, где большой опыт высокомощностной бракетерапии. И директор института, который сам хирург, Солокий Владимир Алексеевич, будучи сам хирургом, но глядя на работу своих сотрудников в разделе ракопредстоятельной железы и применение высокодозной бракетерапии, говорит, что всё меньше и меньше они оперируют пациентов. Так что это конкуренты серьёзные. Спасибо. Всё, благодарю.